Приветствую, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам про робомышь. Это уже третий ролик на канале про эту мышку. И я ранее говорил в ролике про боттли, здесь вы его увидите, что в принципе робомышь это уже старое решение и я его не рекомендую приобретать сейчас. По одной простой причине. Вот я вам покажу, потому что очень много вопросов нам задают. Включаем мышку. Вы знаете, что робомышь это устройство, которое помогает детям изучить алгоритмизацию перед тем, как они будут осваивать программирование. Алгоритмизация это основной этап. Одно не понял, до второго не дойдешь. Итак, смотрите, мышка у нас двигается по 90 градусов, то есть я нажимаю два раза вперед, поворот налево, два раза вперед. Простая программа, жму зеленую и, о чудо, движение вперед у нас превращается в какое-то радиусное движение. С чем это связано? С этим сталкиваются многие учебные заведения и сейчас, разобрав мышь, я вам покажу просто на практике, почему это происходит. Разбираем нашу мышку. Все очень просто. Откручиваем 4 винтика. А пока откручиваю, расскажу вот такую историю. Согласитесь, очень часто, пока вы ставите сдачу детям, мышки находятся в руках у детей или вы отвернулись. И дети, как это положено, они начинают гонять. Вот моя мышка догонит тебя. Или кто-то начинает ее проталкивать, говорит, ты неправильно построил предыдущую программу. Нужно было делать вот так, вот так, вот так. И катая этими колесиками, они небольшие здесь совсем, надавливая, и слышу вот такой звук характерный. В чем проблема? Сейчас мы разбираем мышь, отвернув 4 болтика. Вот. А для того, чтобы добраться к колесу, да, мне нужно еще 4. Точнее, ну все правильно, 4 винтика открутить. Раз, два, три, четыре. Вот. Но проблему я уже установил, перевернув мышку и просто попробовал пальцем крутить вот эти колеса. Вот смотрите, одно колесо у меня прокручивается и звука характерного не слышно. А какой звук должен быть? А звук сцепления колеса с двигателем. Вот как здесь. Сейчас поднесу к микрофону. А вот второе колесо просто прокручивается. Вот посмотрите, оно не цепляется. А здесь прямо с таким усилием. Соответственно, проблема с этим колесом. Чтобы добраться и посмотреть просто визуально на него, мы должны с вами отвинтить 4 винтика, как ни странно. Так, раз, два. Которые закрывают моторы. Делать это нужно аккуратно. Почему? Потому что провода, которые подходят к моторам, очень тонкие. Если его сломать, вот я со своими руками, точнее оторву провод, я не припаяю ни за что. Не настолько хорошо у меня мелкая моторика развита, не настолько у меня хороший паяльник, чтобы прихватить эти... Не тот. Я винтик один открутил. Ну да, ничего страшного. Это как водится во нашем стиле. Потом прикрутим. Сейчас все вы увидите. И не будете задавать мне этих вопросов с этой мышью. Так, смотрите, что у нас тут получается. Мы видим с вами два двигателя. Первый и второй. К которым подходят колеса. Колеса крепятся к двигателям с помощью оси. Да, показываю. У нас проблема с каким колесом? Крутим. Тут сцепляется, тут не сцепляется. С этим. И сейчас мы стараемся это колесо аккуратненько снять и посмотреть, что же происходит. Так, а вообще какой принцип сцепления? Для этого я поднимаю двигатель, мотор и отсоединяю его. Держится достаточно хорошо. Вы видели, я тянул. А теперь смотрим принцип сцепления. Вот здесь у нас в колесе есть вставка из белого пластика. И в эту вставку мы просто втыкаем ось со шлицами. А шлицы это насечки. То есть это никакая не шестеренка. Сейчас я попробую показать, чтобы было видно. Вот как-то так. То есть она очень тонкая. Смотрите, здесь маленький-маленький пластик. И вот представьте ситуацию, когда вот эта у нас система вся в сборе. Ребенок берет, надавливает и начинает крутить колесо. Мотор сопротивляется, да, потому что внутри у него типа коробки передач, там шестеренка соединены друг с другом. Они просто физически быстро не могут успеть. И получается, что ребенок, когда резко прокатывает, он съедает этими шлицами внутреннюю часть пластика. Надеюсь, я понятно, вам объясняю. То есть и получается, что вот оно, колесо вращается. Ничего, собственно, ему не препятствует, потому что шлицы уже не могут держать, потому что не за что держать. Все внутри белого пластика, вот этого, уже все провернулось и все съедено. Давайте попробуем сделать быстрый ремонт. Я не знаю, получится это или нет. У меня есть клей. То же самое, что есть у вас. Ну, я могу экспериментировать, а у вас такой возможности нет. Я-то за свой счет это делаю. Капнул клей. Возьму и просто обмажу нашу ось тихонечко, чтобы ось не приклеить к двигателю. Клея тут вообще граммулька нужна. Меньше даже. Здесь. Сейчас здесь добавим. Здесь. Тихонечко. И вставим одно в другое, после чего просто подождем. Нам даже с вами, видите, в чем дело? Не нужно долго ждать и собирать нашу мышь, чтобы понять, чудо свершилось или нет. Теперь ждем две минутки. Для вас это пройдет по хлопку и пробуем, собственно, что у нас вышло. Итак, друзья, прошло совсем немножко времени. Давайте послушаем, потому что у нас сегодня главный орган чувств, это слух. Если мы сейчас слышим звук, значит, в принципе, есть шанс, что мы отремонтировали эту мышь. Так, отлично. Звук слышен. Вы видите, что вращая колесо, приводится в движение диск с прорезью. Ну и коль мы тут с вами все собрались, давайте быстренько я вам расскажу. Пока буду собирать всю эту нашу систему обратно. Если я не оборвал провода тут или в будущем времени, не оборву провода. В принципе, как вся эта история у нас работает. Из чего состоит эта мышка? Вдруг кто-то решит повторить. Хотя копий у этой мыши уже достаточное количество. Так, все, вставил. Давайте попробую объяснить так, чтобы было видно каждому. Смотрите, у нас есть модуль электроники, который управляет, собственно, блоком кнопок и работает двигатель. Вот здесь вы видите две такие бабушки. Это фотоэлементы, которые через вращение вот этого диска с прорезью, сколько раз произошло прерывание света, понимают, какое количество оборотов нужно совершить для того или иного действия. Тут вся история. То есть это программный продукт. Дальше носик у нас есть такой с вами вот здесь. Видите, металлический. А это магнитная история, куда побежал. Вот видите. Таким образом наша мышка понимает, что она добежала до сыра. Вот тот звук, когда в конце она нюхает сыр, если вы его приобрели, вот он у нас изображен. Собственно, это происходит с помощью замыкания. Мы понимаем, что поднеся любой металлический предмет, если мы не купили сыр или потеряли его, мышка будет у нас, собственно, реагировать. Соответственно, каждый себя мотает на ус, что если я купил маленький набор, там вообще ничего нет, самый басяцкий, то, значит, мышку я сделал сам, засунув туда что-то, к чему магнитится. Все. Итак, давайте собирать и будем тестировать. Все это мне осталось закрутить. Вот наш закрывашка. Аккуратно, ничего не оборвав, потому что решил отремонтировать одно, сломал другое. Это наше любимое занятие. Собираем мышку таким образом. Чтобы не пережать ни один провод, то есть без усилия она должна закрыться. При этом понятно, что она будет пружинить, там такой пучок проводов внутри. Итак, друзья, самая интересная и любимая часть. Включаем мышь. Но пикнула уже хорошо и пытаемся ее запустить. Для этого нажимаем просто прямо. Если мышка поедет прямо, она и повернет. Хорошо? Важно, чтобы ее не заносило. Нажимаем зеленую. Но вы видите, друзья, что даже наш профессиональный ремонт ничему не смог помочь. У нас двигается мышка как-то особенным способом. Давайте еще раз посмотрим на это. Нет, смотрите, она с каждым разом лучше. Мышку нужно тренировать. Видите, мы ничего не скрываем. Вот если мы не умеем ремонтировать, мы это и говорим. В любом случае, это сильно лучше, чем было. И чтобы вы поверили, что действительно магнит работает, вот так это происходит. На самом деле, мышка реагирует не на магнит. Сзади магнита две такие пластинки. И когда я подношу металлический предмет, магнит сдвигается и заднюю пластинку подтягивает к передней. Ну, это тому, кому это интересно. Друзья, смотрите. Хорошо ли то, что мы ее отремонтировали? Да, хорошо, потому что они уже у вас приобретены мышки. Стоит ли приобретать мыши или что-то другое? Я рекомендую приобретать, если вы поклонник Lightning Resources, следующее решение. Робота Ботли, у него нет таких проблем. Стоит он не в два раза дороже, там, ну, на процентах 70. Но у вас учебное заведение, да, и купив мышку, и никто вам не скажет, на какой момент дети ее сломают. Кто-то ведь пользуется, там, и 5 лет уже. Или не пользуется, она у них лежит, вот я не знаю. Потому что часто к нам приходят эти вопросы. Это не гарантийный случай. Сдать поставщику вы этого не сможете, потому что это все-таки катание мышки, да, и использование ее как машинку, это не то, для чего она была создана. Конструкция, откровенно говоря, в этом плане слабенькая. Поэтому лучше переплатите и купите робота Ботли. Потом мне спасибо скажете. Но если купили, в принципе, я вам ответил на вопрос. Один раз у нас был случай, когда двигатель полностью не работал, но это было просто на отначальном тестировании. То есть процент брака тут маленький. Вот. А проблема вот такая слабая. Причем не только у робомышей, каких мы роботов только уже не повидали, где именно проблемы с приводной частью. Такие дела. С вами был Александр. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Поставьте большой палец вверх, если у вас такая же мышь с такой же проблемой. Да, она там влево или вправо заваливалась. И наше видео вам помогло. Если хотите больше видео с такими лайфхаками по ремонту, пожалуйста, напишите об этом. Мы будем снимать больше таких видео, потому что сейчас непонятно, что вообще нужно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok